Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Наши корреспонденты и я, Андрей Горгуленко, расскажем главное за неделю в Самаре. Коротко о некоторых темах. Полтора часа на вертолете, вместо шести на автомобиле, региональная служба санавиации доставила тяжелобольного пациента из Сызрани в Самарскую больницу Середавина. Кровати заправлены, куклы рассажены, с понедельника детские сады начнут работать в прежнем режиме. VR-технологии на службе медицины. Четыре самарских студента-медика выиграли гранты на реализацию своих проектов. Полтора часа на вертолете, вместо шести на автомобиле. В Самарской области начала работу служба санавиации. Первый полет прошел в штатном режиме. Перед медиками стояла задача доставить тяжелобольного пациента из Сызрани в Самару, в больницу Середавина. Специалисты и областные власти уверены, с помощью санавиации удастся спасти многие жизни. Виктория Шарая продолжит. Здравствуйте. Вы бригада? Слаженная, дружная, профессиональная, ответственная? Именно такая. Такие люди нам нужно приветствовать. Ну дайте, покажете, да? Чем отличается укомплектованность вертолета санавиации от реаномобиля, губернатор Дмитрий Азаров приехал увидеть лично. Теперь случаев счастливого спасения людей в регионе станет больше. На помощь врачам пришла современная техника, оснащенная, по самому последнему слову, медицинской науке. Перед сотрудниками, которые работали на первом вылете, стояла задача доставить тяжелобольного мужчину из Сызрани. У пациента диагностировали двустороннюю пневмонию. По пробкам дорога в Самару могла занять до шести часов, но на вертолете пациента домчали за полтора. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну, преимущество тем, что мы выполняем рейсы прямо, то есть не по дорогам. Скорость 230-220 км в час, которая обеспечивает безопасную перевозку пассажиров. Но также по дорогам иногда бывают плохие дороги, возможно, то, что трясет. На вертолете можно все выполнять безопасно для тяжелобольных. Дислоцироваться вертолет будет в аэропорту Безымянка. Как только поступает сигнал, на борт загружается бригада. Тем временем летчик получает разрешение на полет. Все это занимает не более часа. После чего вертолет вылетает туда, откуда нужно забрать пациента. Площадки по области определены. Но борт может приземлиться и в чистом поле. Для этого ему достаточно площадки 10 на 10 метров. Без дозаправки вертолет может находиться в воздухе до четырех часов. Этого более чем достаточно для того, чтобы охватить весь регион. Для нужд санавиации используется модифицированный Ми-8, оснащенный более мощными двигателями и увеличенный грузоподъемностью до 13 тонн. В вертолете находится самый главный инструмент анестезиолога-реаниматолога. Это аппарат ИВЛ экспертного класса с различными режимами ИВЛ. Далее находится многофункциональный монитор, который может проводить отслеживание функций витальных, таких как частота сердечных сокращений, сатурация крови, давление. Также он оснащен аппаратом дефибрилляции автоматическим и ручным. В принципе, для анестезиолога-реаниматолога это самые основные инструменты, которые требуются для перевозки пациента. В первую очередь вертолет будет обслуживать отдаленные районы губернии, такие как Большая Черниговка, Похвестнево-Сергиевск, Клявлино-Шантала. Он пришел на помощь 19 реаномобилям, которые ежедневно несут дежурство на территории губернии. Чаще всего экстренная помощь требуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, в ситуациях, когда необходимо вмешательство таракальных или сосудистых хирургов, при спасении новорожденных, а также в случае аварий, когда дороги скованы пробками, а пострадавшим нужна быстрая помощь реаниматологов. Служба санавиации в регионе возобновилась впервые за 37 лет благодаря системной работе губернатора. За последние три года произошли существенные перемены в региональной системе здравоохранения. На 90% обновлен парк скорых, почти на 100% реаномобилей. Строятся современные офисы врачей общей практики. Что касается пациента, ставшего первым пассажиром вертолета, то сейчас он находится под наблюдением врачей областной больницы в многопрофильном стационаре. Виктория Шарая, События. С 24 августа детские сады Самары вновь возвращаются к привычной работе. Сейчас идут последние приготовления. В группах устанавливают рециркуляторы воздуха. Персонал, который прошел тестирование на COVID-19, оснащают масками и перчатками. На входе отрабатывают процедуру встречи детей. Готовность к новому учебному году проверяют и в самарских школах. С 1 сентября ученики вновь начнут ходить на очные занятия. Инспекцию образовательных учреждений провела и наша съемочная группа. Шкафчики со сказочными персонажами и аккуратно заправленные кроватки пока выглядят одиноко. Но с 24 августа в этих комнатах вновь начнется веселая суета. С понедельника 174-й детский сад, как и другие дошкольные учреждения города, вернется к привычной работе. Все комнаты оснащены рециркуляторами воздуха. Персонал за счет средств городского бюджета сдал тест на COVID-19. Для каждой группы есть отдельный вход, чтобы избежать скопления детей в холле. Специалисты отработали порядок встречи детей и их родителей. А пока в учреждении открыты дежурные группы. У нас уже большой опыт. В нашем личном саду дежурные группы работают с 7 апреля. Поэтому мы уже наработали достаточно большой опыт в организации всего этого процесса. У нас обязательно утренний прием через термометрию. Плюс мы еще, кроме этого, два раза температуру меряем. Ко встрече детей готовят и школы. Сейчас завершается их приемка. Министерство просвещения России не планирует заменять очные занятия на дистанционные. А потому важно, чтобы дети получали образование в качественных условиях. Так в 49-й школе сделали капитальный ремонт столовой. Полностью заменили техническое оборудование. Покрасили стены в цвета, которые выбрали родители и ученики. Отремонтировали входы. Привели в порядок первый этаж. Все это способствует выполнению задачи, поставленной президентом страны Владимиром Путиным и губернатором Дмитрием Азаровым. Обеспечить горячим питанием учеников начальной школы. Есть классы, которые будут принимать пищу первостепенно. Это наши первоклассники, которых мы в этом году набрали 120 человек. И, соответственно, потом вторые, третьи, четвертые. У нас есть еще ребята, которые помимо завтраков получают обеды и полдники. Мы все продумали, мы готовы, с нетерпением ждем наших ребят. В этом году отремонтировали 31 учреждение. Привели в порядок кровли и пищеблоки. У всех школ восстановили поврежденные ограждения. Кроме этого, были выделены деньги на приобретение дезинфицирующих средств – масок, перчаток, санитайзеров и очистителей воздуха. Весь комплекс безопасности мы предусмотрели и хотим наших родителей успокоить. Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году. По национальному проекту образования к новому учебному году обновили оборудование и в городском центре развития образования. Теперь в учреждении есть интерактивные доски, техника для проведения естественно-научных онлайн-экспериментов и 3D-моделирование. Это выход на новые рубежи. То есть оно помогает на курсах повышения квалификации показывать, как это работает. И самое интересное, что интерес возникает не только у педагогов, но к нам сюда приходят и дети. Все это позволит учителям, которые приходят на курсы повышения квалификации, познакомиться с новыми технологиями и начать применять их в учебном процессе. Потому что таким оборудованием оснащаются все больше школ региона. Также специалисты центра готовы проводить с новой техникой и выездные уроки, чтобы каждый школьник Самары мог получать знания качественно, интересно и с современным подходом. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. К учебному году уже полностью готовы 386 школ из 387. Только в 162-й завершается капитальный ремонт. Сдать объект должны 31 августа. Чтобы успеть к сроку, подрядчику придется перейти в круглосуточный режим работы. Олег Зверев увидел, какой будет обновленная школа. Капитальный ремонт Самарской школы номер 162 на завершающей стадии. До окончания работы осталось 10 дней. Учебное заведение изменилось радикально. Проведено усиление строительных конструкций, установка новых систем отопления, электрики, водоснабжения, канализации, замена окон, утеплений фасада и чердака. Осталось выполнить отделочные работы и благоустройство. Идет полностью внутренняя отделка. То есть одновременно работают и устройства потолков, и полов, и отделка стен. Поэтому вся школа идет в работе. Работа проведена большая, но по данным Департамента образования Самары, подрядчик идет с запозданием. Есть опасения и срывы графика. Сегодня разобраться в проблемах на место приехала глава города Елена Лапушкина. Все дело в кровли. Ее должны были сдать уже давно, но у строителей это еще только в планах. То есть это вот два дня у нас. До 20-го мы закончили полностью. 162-я Самарская школа расположена на улице Елизарова. Год постройки – 1961-й. Капитальный ремонт стартовал в прошлом году. Срок исполнения всего контракта – 31 августа 20-го. Причем завершение работ власти ждут 28 августа, чтобы успеть все отмыть, завести мебель и оборудование. Для этого подрядчик переходит в усиленный режим работы. Школа номер 162 у нас была закрыта на капитальный ремонт, усиление конструкции, полностью замена фасада, крыш, ну и, конечно, внутренние отделки. Сейчас мы просим подрядчикам, прошло совещание, началось в 7 утра, и мы просим подрядчикам перевести работу на круглосуточный режим, увеличить количество работников, потому что двери школы должны быть открыты для 1 сентября. 1 сентября в этом году – особый день знаний. Из-за самоизоляции вынужденные каникулы продлились почти 5 месяцев. Для детей будет настоящим праздником – встретиться в стенах обновленной школы с учителями и школьными друзьями. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Более 1700 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность на избирательных участках в единый день голосования 13 сентября. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации. Участники также обсудили и подготовку школ к учебному году. Насколько безопасны образовательные учреждения, узнала Лариса Шалафаст. Система пожарной безопасности и оповещения проверены. Кнопки вызова полиции исправны. Самарские школы готовы к новому учебному году. Накануне старта образовательного процесса все учреждения проверили специальные комиссии, в которые вошли представители городских властей и экстренных служб. Начиная с сентября будет усилен пропускной режим. В целях обеспечения безопасности и права порядка будут усилены имеющиеся посты охраны и пропускной режим. В срок до 31 августа будут проведены инструктажи с работниками по соблюдению обеспечения внутриобъективного, пропускного и противопожарных режимов. Особое внимание глава города поручила уделить состоянию подъездов к школам. Пешеходные переходы и ограждения должны быть в хорошем состоянии, а территория убрана. Еще одна тема повестки заседания – безопасность на избирательных участках. В единый день голосования, 13 сентября, ее будут обеспечивать 1749 сотрудников полиции. Накануне голосования все помещения проверят кинологи. Везде будут установлены металлодетекторы. Особое внимание уделят и пожарной безопасности. По приемке участковых избирательных комиссий, которые прошло, это уже у нас с вами традиционно и заведено, принимать участковые избирательные комиссии совместно с внутригородскими районами. В каждом районе создана группа содействия избирательным комиссиям. Председателем, как правило, этих комиссий является глава района и с сертиферальными избирательными комиссиями, потому что требуется и с пожарниками, безусловно, с МЧС. Все участковые избирательные комиссии необходимо проверить. Также на всех избирательных участках будет действовать масочный режим. Помещения обеспечат санитайзерами. Обязательно будет и социальная дистанция. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В Самарской области на 80% выполнили дорожные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем финансирования в этом году почти 9 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард направили в Самару. Сейчас в городе завершают ремонт большими картами. Активно работают на Ленинской, Победы и Старозагора. На 99% выполнили комплексный ремонт улицы Мичурина. Когда обещают завершить, расскажут наши корреспонденты. Финальные штрихи. На улице Мичурина рабочие спецремстрой зеленхоза завершают благоустройство. Здесь остается обустроить газоны. Готовность улицы 99%. Комплексный ремонт выполнили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка от проспекта Масленникова до улицы Чкалова составляет почти 2,5 километра. Здесь заменили асфальтовое покрытие, нанесли дорожную разметку, уложили новую плитку на тротуарах, установили дорожные знаки. Выполнялись работы по ремонту средств организации дорожного движения. То есть установлено более 65 светофорных объектов новых, заменены дорожные знаки, наносится дорожный размет, устанавливаются пешеходные ограждения. Во время ремонта предусмотрели и заездные карманы для общественного транспорта, чтобы во время остановок автобуса не затрудняли движение. Общественный транспорт заезжает в карманы. Беспрепятственно движущийся транспорт может проехать в направлении, в котором он двигался. Самарских водителей положительные изменения на Мичурино радуют. Частенько по этой улице заметные изменения вообще приукрашиваются, красиво становится. Дорожные работы в Самарской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 80%. На этот год запланирован ремонт 293 километров автомобильных дорог, в том числе 234 километра региональных трасс, почти 42 километра дорог в Самаре, 17 километров дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроектов в текущем году составил почти 9 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард направлен в Самаре. Сейчас в городе завершен ремонт большими картами 39 участков дорог из 40. Активно ведутся работы по комплексному ремонту улиц Ленинской Победы Старозагоры. Мы сейчас, в этот период, благодаря нацпроектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, получаем ежегодно в два раза больше средств, чем на этапе подготовки чемпионата мира футбола. Два раза больше сейчас. И вот такая качественная, ответственная работа дает нам возможность претендовать и на дополнительные средства из федерального бюджета. Потому что у нас нет неосвоенных средств по работам, связанным с строительством, ремонтом, реконструкцией дорог. Нет таких средств. Наоборот, мы в течение года и прошлого года, и позапрошлого дополнительные средства получали благодаря своевременной качественной работе. Досрочно завершены работы на шести участках автомобильных дорог регионального значения. Высокими темпами ведется строительство второго этапа мостового перехода Фрунденский в Самаре. Реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодная в Ставропольском районе и мостового перехода через реку Сок. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Реабилитация с помощью виртуальной реальности. Студенты СамГМУ выиграли гранты размером по полмиллиона рублей на реализацию своих научных разработок. Молодежь региона все больше вовлекается в инновационную деятельность и чаще делает научные открытия. Об одном из таких проектов расскажет мэри Елчан. Кристина Горбунова учится на пятом курсе медицинского университета. Девушка приняла участие во всероссийском конкурсе для молодых ученых и оказалась в числе победителей. Кристина получила полмиллиона на реализацию своего проекта. Вместе с командой единомышленников она разработала методику правильного дыхания у пациентов с бронхиальной астмой с помощью IT-технологий. Специальный комплекс для детей и взрослых будет обучать правильному дыханию во время приступов через игру с использованием виртуальной реальности. Допустим уровень какой простой – сдуть одуванчик. Чтобы он сдул одуванчик и прошел следующий уровень, как раз аппаратный респект Т-3 будет контролировать мощность выдоха и вдоха. И как раз мы сделаем дыхательную мускулатуру в нужном параметре, чтобы потом он боролся с приступом бронхиальной астмы. В режиме онлайн контролируются все необходимые жизненные показатели – пульс, давление, объем дыхания. Методика найдет свое применение в лечебно-профилактических учреждениях и санаториях. Молодым автором проектов поддержку в подготовке конкурса оказал стартап-центр СамГМУ. У нас накоплен большой опыт в Институте инновационного развития, проектов с использованием виртуальной реальностью, с дополненной реальностью. И порадовало то, что студенты от кафедр представили проекты, которые достаточно интересным, современным образом предлагают применять виртуальную дополненную реальность в медицинских целях. Гранты на научные разработки получили четверо студентов медицинского университета. Теперь у молодых ученых есть два года на реализацию своих проектов. Сейчас ребята привлекают к себе в команды веб-мастеров, чтобы начать создавать специальные программы. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Тем временем в поликлиниках региона взобновили диспансеризацию, и пройти ее можно без долгих ожиданий в очередях. При этом для людей старше 65 лет сохраняются ограничения. Им рекомендуют оставаться дома, чтобы не рисковать здоровьем. Для всех остальных тоже есть несколько условий, которые необходимо соблюдать при посещении больниц. Об этом наш следующий сюжет. За состоянием здоровья Любовь Кравченко следит постоянно. Диспансеризацию проходит не первый раз. Тем более не надо сидеть в очереди, чтобы попасть на профилактический осмотр. Врачи принимают по предварительной записи. Машины-то профилактику делают, а человеческий организм, он еще нежнее, как говорится. Поэтому надо за собой следить всегда. Все больницы работают с соблюдением особых санитарных требований. На входе в медучреждение людям измеряют температуру. Маски и социальная дистанция – обязательное условие для приема. Обязательно пациент должен быть в маске. Диспансеризацию в поликлиниках Самарской области возобновили по решению регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в связи со стабилизацией эпидситуации. Цель диспансеризации – профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Одна из задач национальных проектов здравоохранения и демография, инициированных президентом – профилактическая работа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает особое значение раннего выявления болезней для сохранения здоровья и жизни людей. В послании он поставил задачу продолжать и расширять эту работу. Профилактический медицинский осмотр проводится людям в возрасте от 18 до 39 лет один раз в три года. В возрасте 40 лет и старше – ежегодно. В первую очередь это раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, это раннее выявление онкологических заболеваний, это то, над чем мы работали на протяжении последних, наверное, лет, очень-очень активно достигли больших результатов. И мы видим действительно, что ранняя диагностика, раннее выявление – это и своевременная высокотехнологичная помощь, оперативная помощь, и это в конечном итоге продление жизни наших пациентов. Записаться на диспансеризацию можно на сайте госуслуг. Работающие старше 40 лет с 11 августа этого года могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения медосмотра. Лариса Шалафаст, События. Участники Самарского поискового отряда «Сокол» узнали о судьбе без вести пропавшего офицера Красной армии Владимира Матросова. Активисты выяснили также его место захоронения. Документы с информацией о боевом пути мужчины вручили родственникам. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Владимир Матросов родился в 1923 году, а в 1941 ушел на фронт. Сначала воевал в Белоруссии под Бобруйском, после участвовал в обороне Москвы и бился за свободу родины под Смоленском. Пропал без вести 9 марта 1943. С тех пор родственникам так и не удалось найти о нем хоть какую-то информацию. На помощь пришли активисты. Ребята из поискового отряда «Сокол» подняли архивные документы, в которых находилась полная информация о боевых подвигах Владимира Максимовича. Он был младшим лейтенантом на момент начала войны 457-го стрелкового полка 242-й стрелковой дивизии. Успел дослужиться до лейтенанта и, соответственно, в этом звании и в должности командира взвода он и погиб на Смоленской земле. Инициатором розыска Владимира Матросова стала его племянница. Она хотела принять участие в акции «Бессмертный полк», но выяснила, что никакой информации о дяде не знает. Благодаря активистам отряда «Сокол» спустя несколько месяцев удалось отыскать документы, а Матрос видит точную информацию о его последнем дне. Ребята большую работу провели. Для нас это очень важно, ценно, тем более в такие праздники, в эти дни очень дорого. Спасибо огромное. Обратиться за помощью к поисковикам может любой желающий. Для этого необходимо оформить анкету-запрос и принести в штаб Дома офицеров. Позвонить по телефону или заполнить заявку на сайте организации. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Долгий путь в Самару. Спустя 8 месяцев в местный океанариум смогли добраться редкие краснокнижные выдры. Откуда они прибыли и чем уникальны, об этом расскажем в следующем сюжете. СИГНАЛИЗАЦИИ Эти четыре выдры – иностранки. Они родились в Великобритании, затем прибыли в Чехию и 8 месяцев ждали переезда в Россию. Из-за пандемии и ограничений международных авиарейсов пришлось задержаться. Теперь три самца и самка живут в Самарском океанариуме. В нашей стране это редкие гости. Встретить гладкошерстную выдру в российской природе невозможно. Они обитают только в Юго-Восточной Азии и в Индии. Между тем это очень общительное, контактное животное, а также очень любопытное. Длинный хвост и перепонки на лапах позволяют выдре ускоряться и с легкостью лавировать под водой. А специальные клапаны в ушах и носу перекрывают проникновение воды во время ныряния. Эти представители куньих могут находиться как под водой, так и на суше. Они непревзойденные пловцы и охотники, причем все делают сообща. У них очень высокая степень организованности. То есть, если перевести на человеческий язык, работают в команде. То есть один где-то что-то увидел, тут же зовет других, другие подбегают. И вот у них совместная охота, совместное проживание. Впрочем, в океанариуме охотиться не приходится. Здесь кормят по расписанию. За раз одна особь съедает 300 граммов пресноводной рыбы. Питаются три раза в день. На этот раз в меню – речной карп. Практически все время выдры резвятся и играют к людям, относятся приветливо. Сейчас этим особям три года. В искусственной среде они могут прожить до 15-16 лет. В природе гораздо меньшее загрязнение окружающей среды, рыболовство и международная торговля ценными шкурками этих животных подвергают вид гладкошерстных выдр серьезной опасности. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok